Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Мы начинаем наше мероприятие, посвященное Дню Победы. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружения. Мальчишки и девчонки 41-го. На их хрупкие плечи легла тяжесть бедствий, горе военных лет. И они не согнулись под этой тяжестью, они стали только сильнее цифров, выносливее и мужественнее. Юные герои большой войны, они сражались рядом со старшими отцами, братьями. Они плывали повсюду, в небе, на море, в артизанских отрядах. И передовольствами, они были довольны. И на миг не трогали юные сердца. Их подрослевшая юность была наполнена такими испытаниями, что придумая их самый талантливый писатель, в это было бы трудно поверить. Но это было. Было в судьбе обыкновенных мальчишек и девчонок. Сегодня мы должны учиться у них без обет и преданности, и любви к своей родине, смелости, достоинства, мужества и стойкости. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими, отцами и братьями. На море, как Боря Клеша. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Лени Боликов. В Брестской крепости, как Валя Сенкина. Кертишки, как Володя Невинь. 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 На Володя Невинь. Но я молчал. Посмертно мне присвоено звание героя Советского Союза. Рад козей, федер, и разведчик. По членной разведке попал в засаду. Для меня, для фашистов, я заждался, пока кольцо врагов замкнулось вокруг меня и взорвал себя вместе с врагами. Посмертно засвоено звание героя Советского Союза. Майя Костик после оккупации морда немецко-фашистскими войсками вступил в подвольную организацию, был связным. Затем, с августа 1943 года в партизанском отряде участвовал в боевых действиях, был дважды ранен, погиб в бою. Удостоен ордена Великой Отечественной войны в первой степени и медали. Герой Советского Союза. Осип Кравчук забрал боевое знамя от отступавших армий. Более двух лет защищал его, чтобы вернуть это знамя в действующую армию. ПЕСНЯ 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 Улыбка, улыбнулась всем, это я для вас. В вас лица катилась на улыбку. Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовых подвигах в тылу. Все тяжбы физические и моральные легли на плечи женщин, подростков и стариков. Хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь, нынешние дети, родившиеся и выросшие в мирное время, во-первых, никогда бы не испытали ужаса войны, а во-вторых, додумывались над тем, кому мы обязаны жизнью. Вспомним всех поименно, говорим, вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, родина? Разве хотела ты нашей смерти, родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, родина? Тихо сказала, вставайте на помощь. Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал. Родина. Просто был выбор у каждого. Я или родина. 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 Для нас Великая Отечественная Война – это история. История, которую должен знать каждый уважающий себя человек. Потому что это история нашей Родины, наших родных и близких. Наши ветераны окончательно поставили точку в той страшной войне. Они самодвижно, не щадя своей жизни, боролись за наш мирный день и победили. В мирное время трудились, восстанавливали хозяйство, строили новые города. И теперь живут рядом с нами. У всех, кроме боевых наград, имеются награды за труд. Носите ордена и праздник, и путь на стройке кителя и модных пиджака. Носите ордена, чтоб видели вас люди, вынесших войну на собственных плечах. ПЕСНЯ 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 Спасибо. Когда началась война, мне было всего один человек, но я хорошо помню тот день, светлый был, радостный. И вот когда я пошел в магазин на площадь в Мытище, и там вдруг наступали медитаны и объявили, что сегодня в 4 часа на Советский Союз напали в радостью. Мы еще тогда не осознавали, думали, что это день, два, месяц, три, и все. Но первые дни, наша страна, так неожиданно все это случилось, и отступала, отступала, все ближе и ближе. А Германия, фактистская Германия, хотела затопить вовсной водой нашу Москву. И вот уже 30 километров от Москвы, 23, это уже был конец 41-го года и начал 42-го года. Здесь еще не было Курсской битвы, еще не было Сталинградской битвы, это была битва под Москвой. 28 парфиловцев у разъезда Дубосеков, и вся страна поднялась на защиту и остановили, остановили. Насколько потребовалось сил и жертв для того, чтобы не пропустить божество в Москву. Вы, вам может быть, рассказывали, вы знаете наших героев. Сегодня показали героев-пионер. Вы прекрасно знаете Алексея Моресева, который был летчик побит. Его, это было 4 апреля 1941 года. И он, чтобы самолет не упал на зеленый пункт, сумел как-то пролететь, но его подвигает самолет ручно в лесу. Вся хвостовая часть этого самолета, Аус, он выпал из этого самолета 18 суток. Он попс, перебегался сначала с палкой, потом перекатывался так. И крошки во рту. За все 18 суток, он съел горсть муравьев и половину ящерицы. Он шел три ночи, он как раз сам выступал в лесе, что он после войны рассказывал. Три ночи поспал, как правило, кажется, дальше к линии нашего фронта. А диссилинный, он уже не мог, в одной из деревень, вдруг он услышал какой-то шорох. У него был пистолет. Он увидел пистолет и подумал, что, наверное, какой-то зверь. Но это были ночи. Один из них подошел, вернее, он сразу не мог подойти, он боялся. Он тогда сказал, что он свой, я летчик. И вот только тогда он к ним подошел. К нему подошел. И затем сказал, что подожди. Я сейчас бегаю в село и привезу, приеду, придут сюда несколько часов. И через некоторое время, через полтора часа, пришли ковпозники. Ее перенесли, перенесли. Затем, через некоторое время, его отправили уже в господин. Но так как это было еще только весна, ночью были морозы, вернее, заморозки. Он был в унтрах. Они промахали, конечно. И когда ночью были заморозки, там в унтрах образовался лёд. И вот он с этими обмороженными ногами добрался, вот, как раз, и до слоя. В господин ему пирал обе ноги. Он был так, ну, вот, пришел ковпоза, и думал, как он теперь будет ликать без ног. Когда он находился в костноте, медсестра, казали, вернее, не медсестра, а тоже больной боец, передал ему один журнал. В этом журнале он прочитал, что один тоже лёдчик с ампетированной ногой ещё мог летать. Но он говорил, ну, у него только спектня, а у меня обе ноги. Ну, благодаря нашим врачам, благодаря воле самого Малесева, он сумел ходить потом на протезы. И вот он опять мечтал идти на фронт. И когда он пришел, чтобы вины была комиссия, и, естественно, его не допустили. Но он стал доказать. Ну, вот посмотрите, вы придите сегодня в клуб, и вы посмотрите, могу я снова вернуться на фронт. И когда он пришел в клуб, и с медсестрой начал танцевать. А вот как раз и здесь сворова декомиссия. Они были поражены. Как он свободно, легко танцевал. И все-таки он сумел добиться, его отправили в Мерлин на пустыря. Он после этого ещё 7 вылетов было. И однако, при тем, с вылетом вернулся, пошел командир отдавать на него и говорит, а он потерял. А как он потерял? Мы-то не замерзли? Ноги-то не замерзли? А он говорит, у меня нет но. И приподнял все были. А потом так всё закончилось. После этого он уже был, и вот своё интервью он дал в газете «Комсомольская права». Но здесь ещё много героев. И вы, наверное, вы все и не знаете. Вы знаете Зойку Смотиньянскую, которую казнили в целом Петлищево под Москвой. Вы знаете Александра Матросова, который в одной из деревень Псковской области своей грудью во время боли закрыл пулемётный зон. А сколько ещё безымянных могил и героев. И мне хочется сказать, у могилы святой встань на колени ни трестов, ни цветов, ни полочатся в плаге. Серебрится кусок алюминиевой пряды, полусулок кустой и осколок гранаты и подумай о нём молодом и весёлым. В сорок первом году он окончил поле. То есть ещё надо? Спасибо вам за внимание. Ещё раз поздравляю. Аплодисменты поздравляю. Спасибо вам за Спасибо вам за любовь. И любовь. Ещё подавала русский язык и литературу. Спасибо по вам за без дорога. А теперь встречаем Валентину Михайловну. Аплодисменты Аплодисменты Я играю конечно не на шеструне а на семеструне могу поскольку девушки неотехали лет когда играли только на семеструне. Вот сейчас затронули тему о героях любовь и лично слава Зоя Центрелянская. Да ребята когда кольцом враг окружил Москву горком комсомола кино клич молодёжи войти в отряды которые будут в тылу врага наносить удары по врагу чтобы помогать войскам армии и вот в такие отряды как раз вот и попала Зоя Центрелянская которая усердная двое суток упрашивала в военкомате потому что её сразу не взяли она была худенькая и небольшого роста но какой-то боец но из-за её упорства она так и наставила её взяли и она попала в отряд есть с Верой Волошиной отряд разделялся на тройки тройка идёт разведчики тройка поджигателей тройка санитаров тройка тех которые будут добывать оружие ведь отряды оружия это нужно вот и вот Вера Волошина была тройка разведчиков они сходили разведали что вот в этом селе Петрищево и по близости через 10 километров село Гладково расположены большие воинские части там там и штаб там у них и конюшные большие лошадьки там у них и вклады с оружием и вот они пришли это рассказали поджигать здание допустим или еще куда-то но бутылка разбивалась и моментально вспыхли вот таким образом они поджигали вот в это время значит два парня один пошел штаб поджигать другой пошел к складу с оружием там ходил часовой а было это зимой это был ноябрь конец ноября была уже зима лутые морозы вот тот значит снял тихо часового и оттуда с сухтарем парнем они стали вытаскивать оружие и выносить его в лесу а Зоя пошла поджигать конюшные с одной стороны она бросила бутылку конюшные загорелся а конюшные ребята длинные там два десятка лошадей немецких она тогда пошла в любой сторону а там часовые не спотел так вот Зоя попала ребят ушли она бросалась в фашисты она подвергалась большим пыткам о них что вы им же надо узнать сколько человек в отряде кто командир где находится отряд но Зоя молчала и вот я о ней спою вам песню песню эту ребята сложили бойцы этого отряда в котором находилась Зоя а мотив они взяли из песни которая была уже хорошо известна в том числе шнур с рассвета вышло из тумана стоял суровый утренний мороз схватили немцы девушку Татьяна, и потащили баку на допрос, Ее лицо спокойствием сияло, При ней нашли гранату и нагад, Пытались, но ни слова не сказали, Не выдала Танюша партизан, Ее лицо свечою обжигали, Ее любили пасую на мороз, Холодною водою обливали, Но не увидели враги Танюши слез. Когда палач петлю на шею кинул, Собрав все силы, крикнула в народ, Не плачьте, люди, верьте больше гадов, Победу верьте, и она придет. Татьяна, и потащили баку на мороз, Они клялись не дать врагу пощады, Они клялись смертаний не забыть. Умножить партизанские отряды, За нашу таду немцам отомстить. ПЕСНЯ 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 Те население, которое больше было приспособлено к каким-то боям, они ушли в лес. Видите, остался здесь с матерью. Но его отец, а вот его дядя, который здесь ушел туда, в лес, он хорошо знаком был с этой стадии, он у них часто был, и голуби к нему, короче говоря, привыкнуть. Особенно Витя дрессировал двух голубей, чтобы они на определенное расстояние могли прилететь, улететь и возвратиться назад. И когда фашисты запретили заводить голубей, он сдал своих голубей немцам, он их где-то так хорошо прятал, что они этого не замечали. А почему это? Скажите. Они могли, да, летать. Так вот, видите, в нем, как обычный мальчик, ходит по городу, запоминает, где что у немцам расположено. Вот огромное дом, возле него скопище мотоциклов, машин, значит, это штаб. А вот замаскированное артиллерийское орудие стоит, а вот из такого-то помещения грузит большое количество ящиков с орудием, значит, здесь оружие на склад и так далее. И вот все это запомнили, видите, записочку делали и привязывали к ноге с орудием. Потом он этот голубей выпускает, голубей прилетает в партизанский отряд, его там этот дядя встречает, и получают они известие, где что фашисты расположены. И ночью партизаны нападают и громят все эти фашистские места. Понимаете? Вот какую пользу приносил этот дядя. Ну, конечно, ребята, когда-то не видели этого, а потом мы увидели фашистов. И они пришли во двор, всем голубям они оторвали голову, голову вниз. И сам Митя, который, конечно, боролся за своих голубей с немцами, ну, что делать 12 лет, и малышка, он был просто. Вот я об этом, вот и Митя. Дети черевички мы везут, поставлены памятник в городе Ростове, улица названа его именем и школа. И в школе стоит дюска этого маленького дюска. Митя. 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 Что мир подарили, тогда в сорок пятом Вы кровь и пот, да были победы Вы молоды были, сейчас уже деды Мы эту победу, побед не забудем Пусть мирное солнце сияет всем людям Пусть счастье и радость живут на планете Ведь мир очень нужен всем взрослым и детям Молодцы! Я познакомилась в школьный двор И сегодня мы очень хотим посадить сосенки С нашими любимыми ветеранами Северной Линичной и Валентиной Михайловной Ребята, пожалуйста, выходите в школьный двор Мы пройдем На травку, на травку Ребята, ближе подходим сюда, где? Так, ближе, 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 прям в ямку лей Прямо в ямку лей, да, я сейчас А что там просто землю, да, вот это землю засыпать нужно Руки из кармана вытащи, весь этот праздник проговори Кто-нибудь еще кто это А что она так на, на это, напор что ли? Так, посильнее нажмите А напор она, наверное, не на той этой ключи Она жиры, силы нет Силы нет Паша, ты на все открыла, вот так, вертикально На все отверли Точно, вот так, вертикально вдоль Ты на все открыла Где-то, наверное, пережат шланг, поэтому Вроде, ты посмотри Шланг, да, он где-то пережат, конечно Чтобы корневая система Очевидно, поэтому вода Сейчас шланг посмотрим, пережат, наверное, шланг Может быть, где-то и пережат, что это Вот, я уже вижу даже Видишь, вот на среду Ага А вот пошла это Маша или кто пошла Нет, оно напорное, а так Нет, нет, не может быть Напорное, а так Нет, нет, не может быть Не, нет Оно легко вытаскивается Легко, легко. Я ее не притапливала. Да, вот и прямо оттуда, с землей. Ребята, а кто землю засыпать? Давайте так, по воску, с землей. Скорее, ребят. А в камне на лопату? Лопата. Лопату, лопату. Ребят, давайте сюда лопату. Ребят, ну быстрее. Ну-ка сюда, чуть-чуть, не втеки. Сначала, еще чуть-чуть, все, ты еще сюда. Все, хорошо. Другое дело. И тут тоже надо повыше чуть-чуть. Сюда земли, пожалуйста. Чуть-чуть поднись, поднимите ее. Хорошо, хорошо. Давайте сюда земли. Давайте, да? Повыше чуть-чуть. Давайте, молодые, хватит. Все, львы, ищем. Ну-ка, давайте сюда. Хорошо, хорошо принимайте. Вот хорошо, что вы это. Ножками попритопчи... Ножки попритопчи. Что, можно земли? Ножками попритопчи. Мало земли еще. Ножками. И совсем в сторону. Да, и туда тоже. А потом мы помним. Мы потом хорошо помним. Мальчик, перчатки. Какой человек? Применительно. Я вам едешь перчатки. Тех, не дайте, как вы отдаете. Так, ребята, далеко с ней расстаньте, сфотографируемся все вместе. Спасибо. Спасибо вам за помощь. Сейчас еще сфотографируемся. Запомнили последние две возле. Перед уходом, да. Мы их потом отзыводим. Так, с лопатами вот сюда. С лопатами вот сюда. Стали сзади меня. Вот здесь, вот рядом. Так, дети стали все. Маленькие, маленькие, маленькие на корточке. Маленькие на корточке. Так, маленькие на корточке. Давай, Анечка, давай, давай, давай. Мы тебя ждем быстрее. Пристань, пристань на корточке. Лицами все готовы, да? Да. Все, давайте. Похлопали, мы молодцы, зелуя посадили. Спасибо, Михаил, спасибо. 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 За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами блага. Над нами блага дать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами блага дать. Над нами блага дать. Над нами блага дать.